Привет, меня зовут Дима Семенищев, я джозвик-контрабасист и аранжировщик. И этот выпуск я решил записать на природе, потому что уже август, лето заканчивается, и надо с ним счастливо попрощаться. Сегодня будет второй подготовительный к моему стриму выпуск, и он будет посвящен вступлениям и кодам. Основная задача вступления — это настройка солиста на исполняемую мелодию. И здесь мы, конечно, в первую очередь должны отталкиваться от исполнителей-вокалистов, потому что инструменталистам, в общем-то, вступление не нужно, и они зачастую могут начинать любые темы прямо в лоб без всяких вступлений. Бокалист не может сделать так же, поэтому для него мы специально должны подготовить некое вступление. И первый его смысл — это настроить на тональность. И здесь нам приходит на помощь такая вещь, как тёрнараунд. Выпуск про тёрнараунд вы можете посмотреть здесь. Тёрнараунд — это стандартная джазовая прогрессия, которая настраивает нас на тональность. Это прогрессия первой, шестой, второй, пятой ступеней или вариантов их замены. И она максимально удобна для того, чтобы осознать, где тоника, где основные звуки и с какой ноты начать мелодию. Сегодня мы будем много раз вступать и заканчивать композицию All of Me. И мы будем это делать с участием замечательной вокалистки Аллы Туровской. Итак, вступление номер один — тёрнараунд. Следующий тип вступления — это вступление на астинатном басу, чаще всего доминантовом. Такой тип вступления более энергичен, и он заставляет нас исполнять тему, скорее всего, более ярко и более напористо. Такое вступление на доминантовом басу может быть, например, в виде того же самого тёрнараунда, но на пятой ступени. Например, это может звучать вот так. Вступление номер три. Если говорить о такой мелодии, как All of Me, по форме она представляет собой А1-А2, то есть стандартную двухчастную форму. И очень часто такие стандарты начинают последними восьмию тактами формы. Это очень удобно, особенно в те моменты, когда мелодия начинается не с танического аккорда, например, с аккорда второй ступени. В данном случае удобнее как раз сыграть некое вступление, основанное на гармонии последних восьми тактов, и после него вокалисту будет максимально удобно вступать в мелодию. Послушаем этот вариант. Следующий вариант — это любое сочинённое с нуля вступление. В данном случае я придумал следующую идею. Кварто-кринтовая посредительность, которая будет начинаться с полуменьшенного аккорда на четвёртой повышенной, которая нас приведёт в тонику, то есть мы получим осознание тонического аккорда. Но эту посредительность, кроме всего прочего, я бы как оранжировщик вставил, например, в качестве начала соло. То есть мы проводим вступление, проводим тему, и, например, перед первым солистом я бы снова запустил это самое вступление, и из него можно очень здорово выйти на стандартный квадрат этой темы. Послушаем, как звучит это вступление. И мы обязательно ещё поговорим об одном типе вступления, но сделаем это в конце. А сейчас поговорим о том, какие вступления, например, бывают в таком стиле музыки, как бассанова или самба. В этих стилях музыки мы можем использовать тот же самый тёрнараунд, но он встречается реже. Чаще всего вы можете услышать в качестве вступления посредительности из двух аккордов. Например, тоника и доминанта на второй низкой. Или, например, два параллельных мажора на расстоянии большой секунды. Мажор от тонической ступени и мажор от седьмой низкой. И эту идею я использовал в своей самбе, которая называется «Солнечный зайчик». На основе этих двух аккордов я придумал риф на семь четвертей. И этот риф отлично лёг в начало как вступление и в коду как заключение. И тем самым я получил так называемую арочную форму, когда композиция начинается тем же самым, чем она и заканчивается. Давайте послушаем сначала вступление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь к коду. И вообще вы можете послушать эту композицию и услышать в ней очень много таких гармонических ходов. Они стандартны для латиноамериканской музыки. Прежде чем мы будем говорить о кодах, я напомню о том, что в следующий вторник, 18 августа, мы встретимся на моём канале и проведём стрим, в котором я буду при вас делать аранжировки двух композиций. И вы ещё можете мне написать в комментариях либо к этому видео, либо к предыдущему, свои варианты двух композиций, которые бы вы хотели, чтобы я аранжировал. Вдруг ваш вариант мне понравится безумно, и я не смогу пройти мимо него. До встречи, 18 августа. Восемь вечера. А теперь поговорим о кодах, и мы будем точно так же заканчивать композицию, которая называется All of Me. И сейчас вы несколько раз будете слышать коду к этой песне. Рабочий вариант номер один. Мы приходим в тонику и играем коду из композиции Садись в поезд А. Послушаем. Вариант коды номер два очень любил такой пианист, как Каунт Бэйси. Послушаем его. Чем плохие эти коды? В них нет напряженности, в них нет накала. Мы просто приходим в тонику и разрешаемся. Ничего интересного. За счет чего происходит напряжение? Напряжение создается за счет того, что мы приходим не в тонику, а в третий септ, или, например, в седьмой низкий септ, и тем самым мы не разрешаемся, а заново запускаем эту квартоквинтовую последовательность. И когда на это ложится повторение последней строчки, два или три раза, или более, это, конечно же, создает совсем другое ощущение от коды. Послушаем такой вариант. Субтитры сделал DimaTorzok И также один из популярных вариантов завершения композиции, который особенно здорово работает, если основная мелодия пришла в первую ступень тональности. И в таком случае мы можем сделать нисходящий хроматический ход от четвертой высокой ступени, на которой построится аккорд полуменьшенный, вниз по хроматизму. Как это может звучать? Слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Лично я больше всего люблю аранжировать стандарты с помощью такого приема, как риф. Как создание некого рифа, например, басового. Мы создаем какой-то басовый повторяющийся рисунок, который может быть и вступлением, и кодой. И он может быть даже частью формы, то есть частью формы, на которую можно импровизировать. Например, сейчас в мелодии All of Me вы услышите вариант басового рифа на тоническом аккорде. И если бы я реально создавал аранжировку на эту песню, то я бы сделал так, что квадрат солиста был бы не длиной 32 такта, а длиной 38 тактов. Потому что я бы нарастил этот 8-ми такт и добавил бы его внутрь формы. И это позволило бы солисту в конце квадрата чуть больше разворачиваться. Я бы сделал форму более гибкой, более интересной, и это застряло бы в внимании слушателя, безусловно. И сейчас мы совместно с Аллой Тровской исполним для вас композицию All of Me, которая по форме будет состоять из вступления, проведения темы. При этом проведение темы будет тоже ритмически на том же самом рифе. Затем мы сразу пойдем на коду, в которой сначала сделаем расширение за счет тёрнраунда. И после этого мы придем в тот же самый риф, с которого начали, и на нем закончим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok All of Me Поддержите меня лайками, комментариями и расскажите об этом друзьям. Мы обязательно увидимся с вами 18 августа на моем стриме. До встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok